здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала сегодня мы будем с вами готовить постный борщ что мы для этого возьмем ну для зажарки значит лук репчатый свеколочка и свежая морковка это мы сейчас порежем лучок потрем туда морковочку свеколку значит два стебелечка это черешковый сельдерей это вот овощи все домашние но сельдерей правда покупного не получается мне такой красивый вот бульон поставим картошечку порежем кубиками я люблю кубиками порезать вот и мы будем еще добавлять сюда квашеную капусту я ее немножко промыла чтоб кислоту смыть вот и когда я буду делать зажарку когда зажарка уже будет готова практически мы добавим туда капусту чтобы она подружилась со всеми овощами и немножко пропиталась маслечка и также мы добавим фасоль у меня немножко есть фасоли свежей капусточки вот и домашний томат и домашний кетчуп вот дорогие мои армяне бароновские вот сегодня сорвала кермензюк наш любимый вот уже он такой хороший скоро буду дженгелов газ делать вот но сегодня положу его в борщ это вот французская петрушка армяне произошли от французов поэтому она еще и кервель называется вот запах конечно обалденный все это домашняя только сейчас сорвала на огороде ну начнем сейчас делать ну вот я нашинковала лучок я люблю много лука чтобы было поставила его на медленный огонь он сейчас потихонечку будет у меня как бы потомиться даже чтоб не жарился вот и что я сейчас сделаю я взяла для корейской морковки терочку потру свеколку и морковочку именно на вот этой терке мне нравится когда она попадает примут кусочками ну вот я натерла морковочку нам прямо такая хорошая что она будет прям кусочками не будет киси-меси ну вот лук уже немножко подружился с маслом хорошо вот сейчас я положу сюда морковочку пока будет у нас делать зажарочка я уже вот поставила кастрюлю с водой воды налила а вот для картошки ну спешить не будем картошку закладывать потому что я люблю чтобы зажарка немножко потомилась вот сейчас мы пока положим морковочку свеколку вот это все как бы будет обжариваю томится вот потом нальем томатика капусты положим вот ну все постепенно буду сейчас показывать что я делаю как ну вот натерла я свеколочки тоже на корейской марку этой дурочки вот но пока натирали свеколку значит морковочка уже подружилась с лучком и с маслечком вот сейчас положу значит я свеколку вот и пусть они немножко тоже как бы обжарятся пока что типа я вижу сельдерей вот ну почему я такой делаю богатую заправку ну потому что во-первых это все постное не на бульоне варится больше поэтому заправка должна быть богатая и вкусная ну чтобы какой-то придать нашему борщу вкус вот ну вот такая вот у меня получается свеколка морковка и лучок ну вот сейчас я наверно прикрою крышечкой и пусть они немножко потомятся ну вот прошло 10 минут свеколочка немножко потомилась я правда немножко налила сюда еще томатного сока ну чтобы в чем-то было не жарилась а немножко как тушилась вот теперь сейчас я добавлю сюда сельдерей я порезала и добавлю сюда эту нашу квашеную капусту томат пока не буду добавлять пусть она сейчас все это отдаст капуста немножко с кислотой кислоту отдаст минут двадцать двадцать пять она должна конечно-то зажарочка у нас потомиться ну минут через десять-пятнадцать я положу сюда томат и кетчуп ну чтобы уже как не была готова зажарка и пусть она томится то есть все овощи должны хорошо ну как провариться протомиться вот подружиться между собой вот в это время мы сейчас вода у меня уже закипела в кастрюле вот сейчас буду резать картошечку ну как раз 15-20 минут будет достаточно чтобы это все у нас приготовилась ну вот прошло 15 минут я значит налила сюда кетчуп и томатика вот такая получилась хорошая у нас заправочка для борща сейчас это я взяла фасоль но я ее прям взяла ножиком и порезала не стала не толочь не целую ну чтобы она попадалась тоже кусочками вот ну в общем это уже завершающий этап сейчас она немножко тоже пережарится с этими овощами протушиться вот все это у меня под крышкой стоит вот а здесь уже картошечка уже мне сильно закипела картошечку порезала я кубиками крахмальчик она у нас такая развалистая 15 минут достаточно будет и уже будем тогда все соединять значит капусту капусту я шинковала свежую вот сейчас я возьму вместо чесночка положу немножко черемшички своей любимой я когда консервировала еще немножко осталось у меня черемши вот я кладу чеснок ну раз и есть черемша лучше положу немножко черемши сейчас я ее пошинку это капуста свежая я ее сейчас немножко присолю и помыть солю я все адыгейской солью мне нравится она со специями уже тоже и еще у меня есть специи я сейчас тоже сюда положу для борща тут кусочки тоже готовы это смесь тут и перчик и кинзочка ну кориандр вот все это такое вот вкусно для борща очень хороший придают запах ну и уже когда овощи положу посмотрю по густоте и добавлю тогда уже вот значит и зеленушки я еще досталась сейчас с морозилки это у меня петрушка она уже прям порезанная вот но с керминзиком и все это вместе я буду уже самом конце будем закладывать ну вот сварилась наша картошечка на у нас картошка очень крахмально она конечно ну хорошо для борща она дала нам немножко крахмальчика ну все теперь перекладываем буду смотреть сейчас по густоте и по полноте кастрюли может быть даже не всю зажарку придется нам и положить по максимуму чего я люблю постные блюда что модно водичка разбавлять сколько надо можно если разбавляете водой то только кипяченой и кипятком никакой холодной никакой водой не разбавляются блюда всегда только кипятком я не бульон и если допустим но необходимо добавить немножко водички если что-то густовато получать за только кипяток у нас практически наверное и ложку у меня всегда первое блюдо всем густые насыщенные вот ну наверное может быть даже и достаточно сейчас я вот этот красного бульончика отсюда отолью тоже вот этот томат тут сок томатный кетчуп вот ну а зажарочка она очень вкусная можно и просто так еще и покушать сейчас я положу еще сюда сразу пусть она покипит вот ну сейчас кипнет она минут пять и можно будет положить свежую капусту сейчас капусту когда положим туда если что дольем немножко водички ну вот прошло десять минут все наши овощи хорошо прокипели ну вот теперь добавляем сюда сейчас свежую капусту с нашими специями вот и тогда уже окончательно посолим потому что она у нас соленая было томат у меня не соленый я не солю когда мы готовим его консервируем на зиму я его не солю вот он тогда получается очень вкусный как свежие больше получается как со свежими помидорами вот ну достаточно потому что у нас там же была кислая капуста вот сейчас я чуть-чуть водички еще можно долить вот и попробуем на соль пусть капуста сейчас тоже пять минут кипнет можно будет положить зелень ну чтоб крышку можно было закрыть не надо чтоб он сильно кипел ну вот прошло пять минут капусточка уже у нас полу готова но она еще потом дойдет никто крышечкой прикроем но вот зеленушка на прям сразу на мне петрушечка вареная ну а это свежая тут лучок свежий кервель французская петрушка как хотите называйте вот жалко что нельзя передать этого очень приятного запаха ну вот такой у нас получился постный аппетитный борщ спасибо за внимание заходите на мой канал подписывайтесь как всегда с вами Марина Матвеева приятного аппетита вот смотрите спасибо